МИОС Соматические клетки многоклеточных организмов делятся путем непрямого деления, или метоза, в результате чего образуются две идентичные дочерние клетки, несущие такой же генетический набор, как и у материнской клетки. При этом и материнская клетка, и вновь образовавшиеся дочерние клетки диплоидны, то есть каждая хромосома имеет гомологичную хромосому, с которой располагается в паре. Это происходит благодаря удвоению ДНК в ядре клетки перед метозом. Механизмы методического процесса лежат в основе МИОЗа, особого способа деления клетки, при котором количество хромосом в дочерних клетках уменьшается вдвое, то есть образующиеся дочерние клетки становятся гоплоидными. Это значит, что число хромосом, характерное для материнской клетки, уменьшается вдвое. Такой способ деления характерен, например, для половых клеток, гомет. Образование гоплоидных клеток, участвующих в половом размножении, позволяет сохранять неизменным количество хромосом, характерное для определенного биологического вида. МИОЗ включает два последовательных, следующих друг за другом, практически без перерыва, деления. МИОЗа-1, первое деление, и МИОЗа-2, второе деление. Каждое из этих делений, в свою очередь, проходит четыре фазы, аналогичные фазам метоза – профазу, метафазу, анофазу и телофазу. Во время профазы 1 МИОЗа в световой микроскоп хорошо видны хромосомы, состоящие из двух хроматит, соединенных центромерой. Гомологичные хромосомы плотно соединяются между собой продольно. Этот процесс получил название конъюгации. В этот момент хромосомы часто перекрещиваются между собой, или одна хромосома перекручивается вокруг другой. Затем конъюгированные хромосомы начинают отталкиваться друг от друга и расходиться. При этом происходит разрыв хромосом в местах перекрестов и обмен гомологичными участками. Это явление называется перекрестом-хромосом или кроссинговером. В это время происходит разрушение ядерной оболочки и ядрышка. Образуются нити веретена деления. В метафазе 1 хромосомы выстраиваются вдоль экватора, образуя метафазную пластинку. В анофазе 1 гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматит, расходятся к полюсам клетки. У каждого полюса хромосом оказывается вдвое меньше, чем было в начале деления клетки. Во время телофазы 1 образуются две клетки с гаплоидным набором хромосом. Интерфаза перед вторым делением очень короткая, в ней ДНК не синтезируется. МИОС-2 протекает аналогично метозу с той лишь разницей, что количество хромосом в метафазе 2 в два раза меньше, чем во время метоза, так как репликация ДНК в интерфазе 2 не произошло. Поэтому в метафазе 2 хромосомы, состоящие из двух хроматит, делятся и к полюсам клетки расходятся отдельные хроматиды, выполняющие роль дочерних хромосом. В результате МИОЗа из одной диплоидной клетки образуются четыре гаплоидных клетки. Характерным примером миотического деления клеток является созревание половых клеток человека. Соматические клетки человека диплоидны и содержат 46 хромосом, или 23 пары, половина которых, 23 хромосомы, достались организму от сперматозоида отца, вторая половина, еще 23 хромосомы, от яйцеклетки матери. Половые клетки несут половину хромосомного набора, характерного для организма, то есть являются гаплоидными. Образование нового организма происходит в момент оплодотворения, когда мужская и женская гаметы сливаются, образуя первую клетку будущего организма, зиготу. Если бы в результате МИОЗа уменьшение числа хромосом не происходило, то при слиянии гамет число хромосом в зиготе увеличивалось бы и не соответствовало хариотипу данного биологического вида. В процессе МИОЗа гомологичные хромосомы попадают в разные половые клетки, а при оплодотворении вновь объединяются в пары. Таким образом, сохраняется характерный для каждого биологического вида полный диплоидный набор хромосом. Процессы конъюгации и кроссинговера, происходящие в МИОЗе, а также независимое распределение гомологичных хромосом по гаметам, определяют принципы передачи признаков от родителей потомкам. Возникающие спонтанно сбои в цикле МИОЗа могут приводить к нарушениям расхождения хромосом, в результате чего в одну гамету может попасть сразу две гомологичные хромосомы из пары, или наоборот, не попасть ни одной. Если такая патологическая гамета участвует в оплодотворении, то образующемуся эмбриону грозит гибель или тяжелые нарушения в его развитии. Такое явление получило название анеоплоидия. Обычно зигота, в которой количество аутосом меньше нормального, не развивается, а зиготы с лишними хромосомами иногда развиваются, но приводят к рождению особи с выраженными аномалиями. Так, нерасхождение в МИОЗе 21-й пары аутосом приводит к рождению ребенка с синдромом Дауна, а моносомия по хромосоме у женщин приводит к развитию синдрома Шерешевского-Тернера. Болезнь Клайнфельтера характеризуется наличием как минимум одной лишней хромосомы у мальчиков, что приводит к нарушению у них полового созревания. В 1875 году немецкий зоолог Оскар Гертвик в своей работе «Материалы к познанию образования, оплодотворения и деления животного яйца» показал, что оплодотворение заключается в слиянии ядер женской и мужской гомет с образованием зиготы. В 1890 году вышла его работа «Сравнение образования яиц и спермиев у нематод», в которой он описывал редукцию числа хромосом в гометах и аналогичное протекание оогенеза и сперматогенеза. В 1902-1903 годах американский исследователь Уолтер Сеттон и немецкий цитолог и эмбриолог Теодор Бовери, сопоставляя поведение хромосом в миозе и поведение родителей, наследуемых потомками, независимо друг от друга, предположили, что хромосомы содержат наследственные факторы, гены, определенные Грегором Менделем, и образуют пары. Бовери совместно с австрийским биологом Карлом Раблем выдвинул теорию индивидуальности хромосом, которая позже была использована для обоснования хромосомной теории наследственности.